Всем привет! Наконец-то мы добрались до европейского магазина Тифта. Мы сейчас зайдем в него и покажем, что там есть интересного. Первое, что мы берем, это персики. Как мы поняли, они стоят 12.90. Сейчас будем выбирать. Какие-нибудь хорошенькие. Если найдем. Вот этот. Не знаю. Груши. На персики вообще нет цены. Давайте, может, открывай пакет, и я буду тебе складывать. Так, выбираем, ребята, вместе с вами. Какие-нибудь персики чуть-чуть. Мы всегда берем по чуть-чуть. Просто, чтобы поесть вот хорошенькие. Четыре штуки возьмем где-нибудь. Персик 8.90. Ага, персики по 8.90. Так, еще один, еще один. Вот. Или нет? Да, нормальный, хороший. Еще, пошин дальше. Тут вот весь виноград, нектарины. Нектарины что-то были не очень, поэтому мы их не берем. Груши, сливы тоже, яблоки и вот овощи. Перчики. Цены вот. Перец, кстати, красный не очень. Был, мы брали. Огурцы. Все такие же очень-то себе грустные. Сгрустнулась им. Вот помидорки, которые мы обычно берем. А, здесь подороже. 16.90. Мы берем, ну, на шекер где-то дешевле, наверное. Иногда бывает факт. Так. Вот тут еще все грибы. Ой, такие красивые. Давайте посмотрим. 19.90. Этих подороже. Намного. 9.90. Тыква. Можно взять вот на двоих, приготовить суп, например, тыквенный. Или просто тыкву потушить. С чем? Ну, здесь все стандартно. Лук. Капустка. Лимончики. Бататик там мой любимый. Пошлите дальше. Пойдемте дальше. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Ребята. Тимур счастлив. Очень он. Махеев. Балтимур, пожалуйста, вам. 6.50. Махеев. 12.50. Балтимур также в стекле есть. Давайте посмотрим, почему на крышечке. 12.50. Ну и стандартный кетчуп. Это уже израильские фирмы. Есть еще вот такие соусы. Хайнс, конечно же. И местные кетчупы сразу. Я показала. Местные. Ну вот. Соусы, соусы. А, майонез, пожалуйста. Махеев. Ряба. Сколько она? 6.90. Сколько она стоит? Ребята, напишите в комментариях, сколько стоит у нас ряба вот такого размера. Махеев 11.90. Сколько грамм? Скажи, это маленькая пачка. Да, 200 грамм. 200 грамм ряба. Оливковый. Слушай, майонез не в холодильнике можно храниться? Нет. Есть с перепелинами 12.90. Вот на филе гребет. Да, для тех, кому надо больше майонеза. Так. Катарский. Ну да, прям, такой фирмы в нашем городе нет, но, возможно, где-то продается в России. Так, идем дальше. О, астория. Я тоже видела, давайте посмотрим. 10.50 астория. Мм, да. Я помню, 4.51. Что такое, интересно? Это за сколько-то грамм, я думаю. А, за 100 грамм 4.51? Да. А здесь 200. Но все равно не уходит 10.50. Ну, нет. Может быть, цена 4.51 все-таки? Нет, вряд ли. Я думаю, что цена 10.50. Такие есть еще соусы. Что здесь есть? Литки дым. Ну да, это что-то для копчения. Копчение. Ребята, смотрите. Каракара-кара-кара-кара-кара-кара-кара-ку. Так, смотрим. Батончики. Килограмм. 73 шеки. Я так понимаю, здесь какая-то карточка есть в этом магазине. Так, 78. Мы по цене простых смертных покупаем. У нас нет каракум по 78 тоже. Бабаевские. А, да, вот бабаевские. Это очень вкусные конфеты. Чеча-молоко. Чеча-молоко. Здесь вот всякие... Ну, там курица, наверное, что-то такое. Рыба. Курица-рыба, чекен. Орехи. Там алкоголь. А, вот здесь вот, кстати, это классные. Такие всякие в сахаре штучки. Очень нам нравится имбирь. Здесь есть и манго, и ананас. Ну, вы, собственно, и сами можете это видеть, что здесь есть. Кстати, брали курагу. Она мне понравилась, потому что она внутри. Нашпигована, в общем, этим, как сказать, кусочками кураги. В общем, как-то странно. Ну, я знаю, что у нас тоже так есть такой вид. Но мне не нравится. Я люблю просто обычные. Вот всякие сушеные, вот, бананы и кокоши. И идем дальше с вами. Такой дунец я вам уже показывала. Вот этот в голубенькой упаковке. Он без масла. Просто в собственном соку. Мы такое покупали. 21,90. Цена такая же примерно, как и в нашем супере возле дома. Надеюсь, ребят, я не очень тихо говорю. Дядя Ваня. Наверное, это мой рай. Тимур Любитович. Цена 11,90. Дядя Ваня. Цена венгерская. Но твоей любимой нет, да? Венгерская. Твоя любимая? Ну, возьми. Да нет. Я теперь знаю, что она есть. Ты еще пока не соскучился? Безентарла это азербайджанская фирма. Ян у нас был. Видите, хаяр. Это огурцы. Нет, Ян это же вот тоже какой-то. Это, кстати, этот кабачковый кран, наверное, что-то такое или что-то в вестибеде. Ян это армянский. Дядя Ваня. Тоже вот. Давайте посмотрим, безентарла сколько стоит у нас. 17,90. Безентарла, кстати, это наше поле. По-моему, так. Я могу ошибаться. Но вроде бы я не ошибаюсь. И это действительно переводится так. Ребята, я увидела шпроты. Вот я люблю шпроты. Честно, шпроты. Это хорошая тема. А Тимур нашел горбушу. Натуральные куски. О, класс. Сколько стоит? Нас интересует цена сразу. 14,60. 14,60. А давайте посмотрим шпроты. Нормально. Шпроты. 5,90. Это маленькая, конечно, упаковка. О, есть даже вот прозрачная крышка. Смотрите, они такие красивые там. 13,50. Можно взять, когда совсем припрет тоска по родине. Можно взять уха из радужной форели. Класс. Супер. Так, что здесь? Да, мы очень хотели в этот магазин попасть. И не зря. Кильк автомати. Тимур как-то мимо нее прошел вообще. Кильк автомати. 6,90. Классно. Я стараюсь очень медленно идти, чтобы не тряслась камера, учитывая прежние ошибки при съемке в видеомагазине. Кто любит кокосовое молоко, пожалуйста, давайте посмотрим, сколько стоит, сколько стоит. Бесценные. 12,90. Такая себе цена. Ну, я считаю, что если вы не часто покупаете, то можно взять. Это разные азиатские соусы. Лапша разная азиатская. И вот эти рисовые лепешки. Так, я тут параллельно вам снимаю, параллельно смотрю, что еще тут вам показать. Нори. 12,50. 11,40. Ну, а мы идем в соседний ряд. О, вот эти вот конфеты. Фазер. Сейчас по акции с 19,90. Так, смотрим. Всякие бельгийские шоколады, поки. Тоже у нас был в России. Гудива я знаю по американским блогерам, блогерам, которых я смотрю. Вроде как это тоже очень хороший шоколад. Ну, вот сварится немного. Да. Два за 26. Да. Выбор большой, но мы пока... У нас шоколад пока на стопе, ребята. Ух ты, смотрите. Долька, да? Долька шоколад негра. Шоколад негра. Так, у них им вообще пропустили это название. Так. Еще конфеты, 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 конфеты. Марс Баунти, вот видите, за 10, за 4. О, Риттер Спорт. Так. Посмотрим. Риттер Спорт. 7,90. И 9,90. Ну и, как всегда, с орехами дороже. 9,90. Орехов в мире очень мало, потому что... Мой любимый с миндалем. Я обожаю. Нет. У нас шоколад на стопе. Возможно. О, коммунар погодит. Смотрите, еще какой-то интересный шоколад. Коммунарка наша. Добрый вечер. Сосновение. 16,70. Ребят, я привезла просто себе стратегический запас вот этого шоколада. Без сахара. Я люблю горький и люблю молочный. Давайте посмотрим, сколько стоит горький. Горький бесценный, как обычно, собственно. Ну, в общем, я так понимаю, 11,90 стоят они. Это доступно, цена. Цена нормальная, да. Я тоже так считаю. Мон, разные вариации Победы. Милка. Смотрите, какая. Почти вся у нас была в России. Ну, вот такой вот не было с ММДМСами. Ну, смотрите, МАКС с орехами такой тоже не было. Такой Победы у нас тоже еще не видел. Ну, это какая-то чистая экспорта. Просто большая такая, то есть, видишь, молочная. Я думаю, это они специально делают. 14 с орехами. Видишь, но у нас с сахаром. Ну, да, понятное дело. А есть вот линд. Обратим внимание, смотри, вот линд с орехами, да. Ну, у нас был линд тоже, но здесь 150 грамм. Да, но такого шоколада было очень мало в России. То есть, он был шоколад линд вот из этой серии. Вот тоже толстенькая, смотри. Да, но это линдор. Таких не было. Знаете, где были такие шоколадки? Они были в Аутлетах. Вот, внукова Аутлет. Там был фирменный магазин линд. И там были всякие разные шоколадки. Мне кажется, вот это очень вкусно. Я люблю. А у нас на стопе же? Ну, у нас шоколад на стопе, да. Он мои любимые конфеты по акции. 19,90. Мы можем купить и положить. Ага, в ротик, да? Нет. Что-то ты спрятала. Ну, положите на полочку. Аленка, Аленка. 3 за 21,90. О, ребята, а вы давно... Смотри, Тимур, вот этот пористый шоколад. Я очень давно не видела у нас. Да, нет, я тоже его давно не видела. Но видишь, он через телевизор производится. Я посмотрю. 7,90. Помните, я в детстве любила вот этот? Это уже вообще, это уже гадость. Как они помнят, что ты любила. Вредность. Нет, я не говорю, что они помнят. Я говорю просто как факт, что я любила. Кау, черта, сахар, лактоу. Давайте, вдохновение пока посмотрим. 10,90. Интересно? Ну, всякий американский шоколад. Хёршес, рисес. Это американский шоколад. Когда-нибудь я его тоже попробую. Но пока у нас шоколад на столе. Извините, блин. Хёршес и рисес. Рисес вроде бы было. Нет, нет, никогда не было. Калев. Тоже это эстонский шоколад. И фазер. Шоколад. Мой один из любимых. Это финский. Всякий хариба. Больше, чем у нас. Да, да. Всякий хариба. Мармелад. Bueno, la crema. Ты всё равно попал, Тимур. Тиви. Ну, вы видели уже, что я покупала вот этих бегемотиков. Посмотрим здесь цены. Ой, я думала, это цена, если честно, ребят. Ты чё, ваш с синей бумажкой. Вот, 12,90. Ну, примерно плюс-минус шекель мы также покупали. Ореховый вкус и какао. Такой шоколад? Кандер-кантри, да. Кандер-кантри, это тоже вкусненький, я любила в детстве. Вообще топ это Buena, был кантри и хэппи-хиппо. Это мой личный топ. Даже кандер-шоколад я не так не любила. Не так любила. Так, марципан, кажется. А, нет, перепутала. Рафаэлла. Тимур, помоги, пожалуйста, гляньте Рафаэлла. Сколько стоит? Он бесценный. Бесценный? И все остальное есть мастер-карта. Нас спасет. Отца вот 15,90 вроде, но непонятно. 15,90 Рафаэлла. 15,90 Рафаэлла. 15,90 Рафаэлла. Да, да. И вот я увидела, я увидела шоколад. Ред? Ред. Конфеты, это тоже без сахара. Сколько стоит коробочка? Лимонелло? Наверное, 24,90. Вот это Ред. Ред. 23,90. Нет, а вот есть шоколад Ред. Есть? Да. Попробуем еще другой. Нет, это не другой, это просто темный. У нас просто всякие разновидности есть, а здесь только темный. Ну, ребят, Красный Октябрь. Брод Фронт, пожалуйста. Красный Октябрь, Белочка, Грильяш, Птичье Молоко. Все, что хотите. Все есть в этом магазине. Конечно же, он нам нравится. Мечта. Я сразу вспоминаю детство, когда эту мечту вижу. Фазер. Карл Фазер. О, Боже. Шоколадок нет? Ищи скорее шоколад. 44,90 стоит. О, мама Джон. Да, 44,90. Это очень дорого. Фазер Минк есть еще. Вот маленький есть. С водкой, да? А, нет, это Минк. Вот, с водкой есть. Это есть вдохновение. Переведем ее? Да. Птичье молоко. Ну вот, сладости. Будем брать, будешь искать свой вкус. Я люблю желтенькую, а вы какую больше любите? А смотрите, что я нашла. Птичье молоко, где только желтые конфеты. Это мой топ. Честно, я куплю потом. Когда шоколад выйдет из стопа в моей жизни. Завтра? Завтра, да. Ну вот еще конфеты. Ну мы идем дальше с вами. Так, ребят, далеко мы не ушли. Макфа, увелка, дружба, гречка. Давайте глянем цену. Гречка 12,40, 11,90. Давай обычную возьмем 10,90. Нет, не будем. Вот обычную, пожалуйста. А у нас есть, думаю, нет? Мы гречку не взяли? Нет. Взять? Да, вот за 14,60 увелку можно взять. Да? Увелку? Здесь вот другая есть. О, каша. Боже мой, моя каша. Можно, Тим? 7,90 мы возьмем эту кашу. Я, конечно, люблю 5 злаков, но 4 злаков тоже подойдет. Смотрите, сколько соли. Сколько соли. Соль, смотрите, какая она. Вау. Для арахисовой пасты хорошо. Вот такого размера соль. Классненькая гималайская. Мука, макфа. Гимал, уделка. Да, мука привычная нам, если хотите. Хотя я брала местную рисовую муку, тоже очень хорошую. Давайте глянем. Вот макфа 18 за 2. Я думаю, что это за маленький. Так, дальше. Что рис? Какой рис берем? Возьмем? Да, вот с этим мужиком. Сколько он стоит? Космонцу рис. 10 щеки. А в нашем супере 9,90. Елки пал. Или вот тот мы брали, серенький. Давай басмати возьмем? Нет, басмати мы брали. Нет, по-моему, у нас вот такой сейчас серый. Персиан. Басмати мы брали. А, да. Давай. Персидский они? Я хочу, да. Я хочу еще подлиннейший который. Нормально там пачка? Да. Давай. Хорошо, что она пачка. Окей. Поехали. Вот разные есть. Да, очень много. Мы пока еще все пробуем, все изучаем. Пусть, пожалуйста, лимонный сок. Кнот. А, да. Лимонная кислота. Сок это будет. А кислоты нет? Ну, кислота. Ну ладно. О, кстати. Что не прошел? За 15, прикинь, 90. Ура! Если что, мы проживем. Масло вчера взяла авокадо. За 19,90. Здесь это авокадо тоже там, да, за 15,90? Нет. Авокадо нет здесь. Окей. Олитковое. Точно такое же я взяла, только масло авокадо за 19,90. А здесь 15,90. Да, даже здесь широчее. Да, да. А там масло было. Ну и здесь, типа, кстати, по акции тоже. Вот, смотрите. О, вот эти вот прикольные штучки. Плов с грибами. Смотри, Тимур. И... Сколько стоит? А где паприк уже? 9,90. Кстати, мы вам не рассказали про паприку, которую мы купили, и которая оказалась не паприкой. А острым красным перцем. А острым красным перцем. И я потом приготовила еду. И вот мы с Тимуром у нас полыхало бортом. Так, ну что? Ну, давай думать, какая из них паприка. Так, ребята. Устраиваем голосование. Я не знаю. Давай мы вот что-то, может быть, возьмем, вот где по-русски написано. А, вот... Кавказская. Кавказская нормально берем. Вот это, я думаю, что паприка. Ну, давай я переведу. Сейчас тебе. А на этот это писано свит паприка. Ну, свит... Но вот кавказская приправа не выражается. Ну, а я любила кавказскую. Кавказские травы любила. Ну, кавказские травы, это другое. Вот ассортимент масла. Цены. Посмотрите. Ну, это обычная. Сладкая? О, прикиньте, я угадала. Я не знаю. Просто есть в бутылечке. Тоже сладкая паприка. А сколько она стоит бутылочкой? Это одиннадцать. Возьми лучше в этом. У нас нет коробочек, потому что, да. Одиннадцать. Есть вон вообще вот такая вот банка. Нет, мы любим папу тренинг. Зира. Можно плов сделать. Тимур молчит. Он занят. Перебудит. А, это марокканская паприка острая. Опа. Сейчас бы мы приехали опять. Это сладкая. Давай где-нибудь тогда в другом месте найдем в баночке, чтобы было. Окей? Идем дальше. Пушки наши. Не знаю, наши или нет. 8,90. Ну, мы поняли просто, что пушки. Тимур там что-то хочет показать. Я озер-чай тебе предлагаю здесь, смотри, оранжевый. Озер-чай, любимый чай. Цена. Деньги не что? Я думаю, что там просто... А вот есть пич. Я думаю, что там... Оранж, это в смысле с апельсином, наверное. Да, а ты что думал? Такой просто оранжевый типа. Нет. А вот с персиком есть. Я думаю, там просто... Господи, я забыла слово. Ароматизатор, вот. Лучше мы закажем с Эхерба такой, натуральный. А вот такие уже закажутся. Смотрите, Гринфилд. Нет, ну нет, ну там тоже есть такой. Твинкс. Так, это Гринфилд 11,90. А я вот про этот. Дорогой человек. Раньше был в России, сейчас все реже. Кёртис. Тес, Плэжи, нет, Эрел Грей. Вот же, Плэжи, Плэжи. Сколько стоит? 14,90. Покажи мне. Странно, что азербайджанский чай хороший, вкусный, стоит дешевле, чем Тес. Тес, потому что брендовый. Берем? Нет, у нас есть пока чай. Возьмем попозже. Я хотела вам показать Барни. За 10. Очень много сладостей здесь. Это капец какой-то, если честно. Нет, нет. Нет, нет. Тим-там. Тим-шам. Борю, Малина, Чокопай. Арион, Чокопай. Мы сегодня все рекламные слоганы пропели. 14,90. Чокопай, но... А, вот он, классический. Тим-шам, Чокопай. Чокопай? Да. 14,90. Ну вот, в общем-то, не зря это европейский магазин. Очень много привычных нам вещей здесь есть. Вот Орео за 13,90. Да, конечно, не такой ассортимент, как в Китае был. Мальский не делается? В Китае супер. Квас? Давай, предлагай нам. Квас только для вас. Спасибо. Львовский. Сколько? 13,90. Ведушка хорошая уже. Вот еще есть какой-то класс. Это какой-то... Может, чешский, не знаю, на сайте написано. Цена? Что за 90? Вот класс светлый. Все, нам класс не нужен. Макароны. Тоже наши привычные. Мы брали бариллу здесь уже, вот, когда только приехали. Бариллу тоже есть. Да, вон она подальше стоит. Посмотрим цены. Спагетти 6,90. У нас там барилла. Возьмем, можно? А, или есть вот это? У нас есть как раз-таки спагетти. У нас закончились вот такие вот какие-то. Возьмем, может, фарфалли? Фарфалли, может, мы можем взять. Или вот эти взять. Сколько они стоят? Перья. 6,12. Перья же у нас были. Давай бантики. Да. По-русски говоря. Цену я не нашла. А, 20? Нет. Возьмем. Нет, мы не возьмем. Нет, а вот же, вот. 6,90? Это не мини? Нет, обычные, да? А чем они отличаются? За 20 и за 6,90? Я не знаю. Ну, мы возьмем за 6,90, которые... А, они точно будут 6,90 стоить? Да, они цены по товарищу 6,90. Ну, хотя вот это вот 6,90 тоже. Такие ракошки. А вот эти вот 12,90, которые цельнозерновые, что ли? Да, это цельнозерновые классные. Ну, все. Макаронами закончили. Идем дальше? А вон пельмени, наверное, вот тут. Сейчас найдем. Крабовые палочки. За 7,30. Надеюсь, вы не услышали, как хрустнуло мое колено. А вон я. Всем привет. Вареники. Манты. О, манты такие дорогие. Пельмешки. За 49. Ух ты. Дорегу удовольствие. Вот есть за 26, но разные, в общем, цены. Но ассортимент смотрите сами. Довольно-таки большой, я считаю. Так как мы не снимали покупки из русского магазина, который возле нас есть, покажу вам здесь сода. 10,90. Вот она. Родимая. Я показывала вам прилавки, где можно было самим взвесить себе вот эти вот всякие вещи, орехи, фрукты сушеные. А есть уже расфасованные. Цены разные. Давайте посмотрим фисташки. 41. Миндаль 23. Тимур мне показывал тут вот арахис от Мартина. Значит, где-то должны быть и семечки. Ага, нашли. Вот семечки. Семечки от Мартина. 22,90 за 2. Здесь переведенные, а здесь вот такие. Наши. 22,90 за 2. Разные-разные есть. За 26,90 большая пачка. Смотрите, здесь еще есть для дома всякая разная посудка. Вон там вот еще есть всякие каши. В общем, магазин очень большой, но мы как обычные бежим. Потому что далеко находится сыра очень много. Этот магазин находится далеко. Очень я любила этих хлебцей. 11,90 за пачку. Нормальная цена. Хорошая. Кто скучал по рыбкам? Рыбки. 10,90. Они всегда были с луком? Да. Ну, а тут еще такие тоже сыры разные. Мартини. Не желаете? И вот здесь вот. Это просто мой отдел. Зеленый. Пошли, посмотри, можешь себе что. Мы сейчас быстренько посмотрим. Вот, пожалуйста, еще вам колбаса. Вот такой есть тут сахарозаменитель. Пока я, ну, изучила состав, но не поняла, в общем. Наш фит-парад у меня есть с собой, поэтому я пока не переживаю. 29,50. Но здесь дорого, ребята. Около нас в магазине израильском дешевле. Здесь вот есть еще такое, как типа аптека. Тут всякие натуральные средства. Травы разные. Ленина, солодка, лаванда. 19,90. Ну, у них разные цены. Зависит от того, какая травка. Есть вот в таких вот еще упаковок. Каракаде, кстати. 12,90 такие стоят. Там пакетики, скорее всего, которые можно заваривать. Вот, видите, бытовая химия. Еще какие-то. Там есть витамины, вот эти вот, которые с Айферба можно заказать. Ну, и молочка эта, по-моему, стандартная вся израильская. Ребята, свали. Сметанка, сметанка. Сколько стоит? 12,50. 12,50 сметана. Сырочек 12,50. Ряженка, кефир, пожалуйста. Греческий йогурт. Да, все есть. Блинза. Это все сваля. Кефир. 3,2 кефир стоит 15,50. Здесь литр, я думаю. Сметаночка. Творог, кстати. Творог. Такой пакетик, 370 грамм. 19,90. Саушки. Я так реагирую. Мне кажется, люди скажут, что это больная. 13,50. Косовушки с металями, я думаю. Очень дорого, ребят. Ну, что поделать? Вот так, наверное. Если вы захотите, вы купите. А, это, кстати, прикол, покажи. Что здесь подают брынзу с арбузом. Но это не только здесь. Ну, здесь там кушают. Вот смотрите, это Филадельфия, я так думаю. Хотя не знаю. Это, наверное, масло. Вот есть сваля побольше. По 44. Ну, такое что? Тоже сметана. Показывай в камеру, Тимур. Вот сметана тоже. Крутис, йогурт. 15,50. Хорошо. А сливки? Вот такие точно у нас есть в России. Вот эта фирма просто... Ну, может быть, коробка такая же. 32%? Для взбивания? Видишь? Это трижи. Ну, у нас 33 было, да. Верно? А, у 38 есть. Это итальянские штучки. Это итальянские пельмени. Я уже сняла в холодильнике. Ты просто их не видел. Торчики. Разные, разные, разные. Получается? Нет, не думаю. Тут все. Вот Филадельфийский, 13,90. Мелодия. Ну, какие-то, да. Может быть, в ваших городах есть такие тортики, торты, а у нас нет. В Казани. Нет, наверное, места. Ну, может быть, рыба сушеная. Пожалуйста. Касовийский берег. На 21 вот эта рыбешка. Может, кто-то там нашел опять какие-то помазуки свои, как ты их назвал? По-корейски 9,40. Маринованные такие штучки разные. Вот эти? Помидорки по 20,90. Не полезно, это по-такому? А тогда не надо, что-то слип. Тут хумус. Хотела вам снять вот такие вот... Ой, вот уют я хочу. Вот такое, вот такое. Не знаю, вот это мне тоже нравится. Давай посмотрим. Так ты любишь же. А вон там девочка. Сколько стоит? Это очень важно. 14. Нормально. Давай две возьмем, и тебе, и мне. Это мальчик, или это девочка? Как будто мальчик, это девочка. Но она в каком-то смокинге. Вот такие у нас скромные покупки. Из европейского магазина Типта. Кружки мы не взяли. Но ничего. Выберем еще. Они были просто забракованы из-за этого. А больше выбора нет. Да. К сожалению, нам не повезло. Всем пока. Будьте активными, позитивными. Пишите комментарии. И пока-пока. Включение уже после прощания. На кассе я увидела мальтизер за 10 минут. Пошли. Субтитры сделал DimaTorzok